Привет! Сегодня предлагаю нарисовать скетч бутербродов. Подробный список материалов ищите под этим видео. Для начала возьмем простой карандаш и сделаем разметку. Отметим положением самих бутербродов дольками. В верхнем углу будет торчать помидорка. Снизу еще один объем бутерброда, движение доски, кусочек помидорки. Тут будет лежать листочек базилика и сверху кусочки хлеба. На самих бутербродах разметим объем помидорок и листочки базилика. В помидорках отметим деление, внутренние объемчики, объем косточек, под помидорками отметим объем сыра, на дальние помидорки отметим объем верхней веточки с листочками, объем хлебушка и продолжим внутренние объемы отмечать у помидорок, местами уточняя объем листиков. Отметим положение доски, ручки у нее и финальные штрихи на помидорках. Сделали такую вот приблизительную разметку и переходим к прорисовке детальной линером. Начнем с разметки базилика, отмечаем его неровной линией, внутри добавляем объем прожилок прерывистыми линиями, под базиликом отметим объем помидорок, толщину кожуры и внутренние объемчики. намек на косточки. Штрихом добавляем тени и продолжаем отрисовывать помидорки. Продолжение следует... Продолжение следует... штрихом добавляем тени. Внизу отрисовываем объем сыра, на нем добавляем небольшие неровности, штрихами добавляем тени. В линии отметим объем хлеба, его неровную текстуру. Точечками, кружочками, вытянутыми овальчиками отметим текстуру хлеба, штрихами отмечаем тень и впереди добавим толщину корочки. В верхней части разметим, уточним помидорку, ее веточку. Штрихами отмечаем тени. Разметим объем нижнего бутерброда, точно так же начнем с базилика. Не забываем штрихами отмечать теневые участки и неровной линии, текстуру, объемчик более живой отмечаем. Добавляем объем помидорок и размечаем их точно так же, как на верхнем варианте. Продолжение следует... Стрихами отмечаем тени. Добавляем объем хлеба. Объем сыра, неровности на нем, теневые участки с стрихом. Впереди отмечаем корочку у хлеба. Текстуру на нем кружочками, точечками. И штрихом теневые участки. Справа отметим листочек базилика, точно так же, как и предыдущие. Текстуру на нем, теневые участки. Справа отметим торчащую дольку помидорки и листочек базилика. Отметим объем досочки. На досочке отметим движение древесины. Штрихом добавляем тени и нарисуем объемный край доски. В верхней части добавим объемчик кусочков хлеба. И опять же тени штрихом добавляем. И также не забываем текстуру хлеба отпетить. Теперь убираем лишние линии карандаша ластиком и переходим к работе с акварелью. Наберем кадми красный. И закроем им помидорки. Местами оставляем еле заметные блики. Так закрываем каждую помидорку. Далее в кадми красный добавляем карминовую. Отмечаем теневые участки на помидорках, кожурку и во внутренних объемчиках тоже тени отметим. Так сделаем с каждой. На дальнюю помидорку тоже добавим тени под зеленью и снизу. Набираем зелено-желтую. Закрываем листья базилика. Также веточку у дальней помидорки. Зелено-желтую добавляем зеленую. И отмечаем теневые участки на листочках. Сухой кистью можно лишнее собирать, делать переходы плавнее. Теперь набираем немножко ультрамарина, фиолетовой и отмечаем теневые участки на сыре. Далее добавляем ухру. В нее немножко кадмия желтого. И закрываем хлеб. Добавляем в цвет красную ухру. Также немножко золотистой ухры. И закрываем корочку. Также отмечаем тени. Добавляем больше красной ухры и тени. И объем на корочке усилим. Теперь берем марс коричневый. Данным цветом закрываем досочку. Добавляем больше марса коричневого, немножко фиолетовый и отмечаем тени. Также немножко добавим текстуру древесины. Набираем голубую фица. Закрываем стол. Также этим цветом проставляем прожилки и тени на листьях. Набираем фиолетовую. И данным цветом еще раз проставим тени по всем предметам. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видео урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Также обязательно поделитесь вашим результатом в группе ВКонтакте. Дериард рисовать может каждый. И напишите в комментариях к данному видео, какой скетч вы хотите нарисовать в следующий понедельник. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дериард. Пока-пока!